Что имеем, не храним. Выставка под таким девизом открылась в Иванове и является продолжением серии экспозиции «Человек в труде». Все работы объединяет темы легкой промышленности. Особый антураж, особая атмосфера, особенное место. Картины расположили в музее Первого Совета, куда уже много лет не ступала нога посетителя. Когда мы пришли сюда, здесь было, конечно, такое ужасное состояние. Просто все было свалено в кучу. Ну, пришлось поработать немножко, разгребли все ненужное, убрали, оставили только то, что нам могло пригодиться. Вот из того и сделали эту экспозицию. А что получилось, вам судить. Это работы ивановских художников, написанные в разные годы. Полумрак в зале позволяет зрителю остаться с картиной как бы наедине. Вспомнить, почувствовать, представить, как эти фабрики жили. Как тысячи людей вкладывали в них силу и душу. Самые старые работы здесь написаны в 70-е годы с натуры на производстве. У нас есть одна работа, сделанная Константином Борисовичем Васильевым на производстве, на текстильном производстве в прошлом году. Это, наверное, одна, единственная работа, поскольку, когда писали с натуры на производстве, невозможно было найти текстильные фабрики. Брусь навевает и эта инсталляция. Карта Иванова. Флажками отмечены фабрики. А рядом современные фотографии. И что стало? Как красная талка, комвольные комбинаты, фабрика 8 марта превратились в торговые центры. Впрочем, ностальгировать можно бесконечно. Ситуацию нужно менять. Доиндустриализация процесс характерен не только для Иванова, но и для всего мира. И ситуацию можно повернуть в современное и полезное для жителей региона русло. Известные в мире Манчестеры, Лоц и Тампере уже это сделали. В центре этих городов тоже есть фабричные здания. В Лоце некоторые из них стали такими же торговыми центрами, как у нас. Но в них есть культурное пространство. То есть это музеи индустриальной культуры, музеи и фабрика. И там есть, собственно, рекреационные зоны. А вот в Тампере, там практически весь центр – это две большие, если не сказать, огромные фабрики, фабричные пространства, которые стали базой для нескольких десятков музеев. Другой вопрос – хватит ли у Иванова креативных идей, сил и финансов, чтобы подарить фабрикам новую жизнь и сохранить то, что имеем. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.